Реклама гранического комплекса бренда пива и хочу начать с того, что выбирал я тему, углубившись немного в историю древних цивилизаций и понял такой интересный факт, что пиво является одним из древнейших напитков и тем более алкогольных. С алкогольными, наверное, только вино будет древнее. То есть историю она свою берет с 3 века до нашей эры, это шумерская цивилизация и далее это все переходит в Египет и распространяется по всему миру. Вот, но немного... А, хочу выделить такой момент, то что в те времена оно играло довольно серьезную роль в жизни народа и то есть не то, что как какое-то развлечение, а у многих оно входило в стильный акцион и не могли даже люди представить себе жизнь из него. Значит, тогда уточним мою тему. Для бренда пиво крафтового. Крафт это сейчас довольно актуально. Можно сказать, что волной на как накатило давно на весь мир, а Россию относительно недавно это все начало постигать. может быть где-то по 13-12 год. Но сейчас я отмечу, наверное, пик вообще всего этого движения. И от этого я выделяю актуальность моей темы в том, что сейчас на фоне этого битвы появляется слишком много различного продукта и уже не все придают важность самому продукту. То есть крафт изначально отличается тем, что пивоварный или тот, кто делает этот продукт, он уделяет внимание творческому процессу создания. И появляется очень много пустых, ну, неинтересных проектов, и они сейчас сливаются в одну массу. И цель моего диплома была создать такой бренд, который выгляделось бы на фоне всех этих новых, появляющихся новых брендов с каким-то уникальным дизайном, интересной линейкой вкусов. И, значит, перейдем к разработке логотипа. А, забыл, уточный момент нейминга. Называется мое пиво «Idle Idol». И взял это с момента того, что я провел ассоциацию, как во многих культурах, придавая неодушевленному предмету какую-то, ну, потрясающую важность, даже большую духовность. Также я хотел придать своему бренду, ну, высшую степень важности и, ну, поставить его выше остальных, чтобы выделить. И оттуда появилось название «Idle». Значит, логотип. В основу логотипа я взял фигуру-треугольник. Треугольник — это динамичная фигура. В данном случае это стреугольник, прямоугольник, который направлен острым углом вверх, что обозначает возвышение, то есть, ну, стремление к верху, к высшему. И также это состоит, ну, натуру лидерства. И далее я вписал в нее шрифтовую часть. Сам, ну, отрисовал шрифт, и повернув его на 90 градусов, я поймал в такой момент то, что появляется образ человека. Такой-то подобный, ну, какой-то силуэт, что также поддерживает тематику моего бренда. Используется логотип классический в одном цвете, в черном, но, как можно видеть, далее, возможно, цветовая идентификация в зависимости от вкусов, либо нанесение на какую-либо среду. Значит, поднемся. Фирменные цвета. Каждый вкус идет в двух цветового... Ну, этикетка каждого вкуса выделяется в двух цветах. Это темный, идет как фоновый цвет, и яркий, контрастный, светлый. Цвета я подбирал, анализируя творческую деятельность, архитектуру и прочее, те цивилизации, которые я выбрал. Кстати, цивилизации, это... Первое, это древние инки. И, соответственно, пиво, кукурузный плагер. Да, все из этих вкусов, они созданы по... ну, восстановленным в каком-то степени, которые еще сохранились до сих пор, рецептом тех самых древних видов пива. Значит, это древние инки. Следующие это скандинавы и викинги. Древний Китай и древний Египет. Значит, в основу этикетки... Парадальная часть этикетки занимает на фоне уникальный орнамент для каждого вкуса. Орнамент, ну, ярко отображающий характер цивилизации, то есть, грубо говоря, это орнамент цивилизации, который принадлежит вкус и амбир. В центральной части, в фронтальной центре этикетки расположен сам идол, который... Я заметил то, что в каждой цивилизации было божество, которое как-то поддерживало или как-то... Ну, то есть, да, проходила ассоциация, то есть, грубо говоря, Один, который взят его у скандинавов, постоянно во всех упоминаниях о нем, всегда он был с пивом, то есть, он как-то это... Без него он не... Не ассоциировался. Не ассоциировался, правильно. Вот, далее по бокам взяты информационные блоки, набраны они шрифтом санхома. Значит, справа это подробная информация по поводу производителя. Слева краткое описание вкуса и небольшие факты о данном рецепте. Далее. Значит, еще. Еще. Вот, это была линейка бутылок R5. Также я разрабатывал линейку литровых банок. Здесь я взял более сдержанный и более лаконичный дизайн. То есть, это крупный, читающийся шрифт, ну, шрифт логотипа, название бренда. И первая идея того, что банки, стоя на полке, на каждой из банок, на каждом из курсов фронтальной части банки, стоит логотип и показаны проценты и объем продукта. И стоя на полке, они выкладываются, опять же, в название моего бренда. То-бе-шрифтл. Далее. Также они выполнены в двух цветных варианте фирмы цветов. Так же в состав моей дипломной работы входила разработка упаковки Ботипак под четыре бутылки. То-есть, она идет как коллекционная и туда входят сразу четыре вкуса. То-есть, ну, такой представительный вид. Это, значит, развертка. Следующая фотография. Это собранный вариант. Так она выглядит. Собирается из пяти одинаковых размеров квадратов и складывается в треугольник, который образовывает силуэт моего логотипа. Далее. Это фирменный бокал. Здесь идея такова, что для светлого пива нанесено, сам стакан становится черным и в нем прозрачным идет орнамент, принадлежащий ко вкусу. И на просвет получается, что бокал светится этим орнаментом и выглядит это довольно впечатляюще. И для темного пива, наоборот, нанесен орнамент цветом. Далее. И подставки под бокалы. На них крупный план логотип и также цветовое распределение по вкусам. И приносятся они вместе с, ну, как вкус сказал, теперь приносят такую же и остатку под бокалом. Собственно, примерно все. Здесь на блокаде крупным планом показаны идолы, родины, это Тайский дракон, священный и имиджевый блокад. Спасибо, Андрей. Вопрос с момента я начну, Андрей. Прекрасное любление детей экономической части. Мне, например, не интересовало какое-то нанесение технологических уже нет. Ведомнесение на ваш прекрасный сюжет. Уже ли я тоже думал об этом, но не дошло мне на это, к сожалению, но... Посчитать проект. Посчитать проект. Я могу сказать, ценовую политику, в общем-то, то есть, по сути, ну, ядро покупателей, это, ну, скорее всего, мужчина от 25 до 35 лет, ну, примерно в этом радиусе, это следящий за модой. Ну, в общем-то, это хиттер, скорее всего. Ну, либо пергиб, либо просто интересующийся, или, наоборот, только начинающий осваивать крафтовое, ну, пиво и крафтовое, вообще, движение. А ценовая категория – это премиум примерно 200-350 рублей. Это вы про ким рассказываете? Это я про первую. А вас спрашивают о том, сколько стоит реализовать вашу помощь? Сувенир – это тот, кто, 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 гражданин. Нет, только нанесение в виду стоит без дружины. Это достаточно. Напомню. Амфей, а у меня еще один вопрос. Я не совсем поняла, как название каждого сока пива связано с… Собственно, с чем оно связано, а куда оно вообще берется? Название берется, это название либо, ну, допустим, к примеру, чича – это рецепт древнейшего, ну, вот, получается, это… Рецепт инков, вообще, не только инков, а вся эта культура… Американок… В Латинской Америке, да-да-да. То есть, это довольно древний рецепт, и именно так он назывался. Сейчас, как бы, он доходит, и до нашего времени некоторые берутся для… Именно, ну, тоже выводы его в карту, то есть, такие случаи тоже были. То есть, узнал «Окогольный напиток», как назывался, в лейке, да? Да. Ну, он шел, как пиво, застенулся. Ну, понятно, да. То есть, это не в сихто… То есть, не в сихто… А, да. Просто, знаешь, чего вопрос возник, во что я воркнулась, что, как написано «Тануть», я нарисовала «Тануть», да, то есть «Тануть», и «Экономкировали». Тут уже мы стали смотреть, а там написано «Вводим», а написано что-то другое, да, то есть, можно делать вот это, да. Если вы это собираетесь, но это уже… Я понял, да, на самом деле, просто… Возможно, есть такой, да, но просто это, ну, выхвачено из… Немного, да, из разных степей, потому что это рецепт названия «Древний», и это вообще переводится из «Ирландского» и «Ульпея», «Сердвейского»… А, нет, ну, сами, да, потому что там… Не, ну, то есть, в принципе, здесь везде содержание… А там есть тоже содержание, а «Кануки»-то же это… «Кануки» – это банкуковое пиво. Ну, при этом надо… На этом… 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 Да. На этом… На этом… Да. И на «Сердвейс»… «о-о-о-о-о-о-о-о-о-о». Руф-тестуды. Там же такие… Ну, я имею в виду вот снизу на дне… Там четыре отверстия под дно, если она вставляется крепко в жало. То есть, то есть, у Вас там ставка… Водилки, да. То есть, у Вас там внутри вставка… Да-да-да, внутри с четыреха отверстиями под дно. И вот это, да. На самом деле, мне кажется, низковато как здесь… Да. На этом… Ну… Я делал… Собирал с картоном, к сожалению, они опять… Во-вторых. А что ж Вы не принесли? У меня просто все очень не вовремя предошло, так что я, к сожалению, не смог ничего показать. Я с вами очень хотел и всю линейку привести, но, увы. Лицензии есть? Лицензии. Кто-то был за руководитель, кто значит? Андрей показал в этом проекте свои необычайные способности аккумулировать большим объемом и неправкой концепцией в достаточно джантые сроки. И это, на самом деле, мне кажется, хорошие достоинства современного дизайнера. Потому что, как практика показывает, в современных реальных проектах всегда как бы все делается вчерашним днем. То есть это все очень быстро, скоро. И нужно аккумулировать очень большим объемом и продал полагать какие-то очень интересные идеи. Причем не только концептуально, но и реальность каких реализовывать. И для микросопроектированных качеств он смог сделать достаточно цельную вещь. Безусловно, есть некоторые технические моменты, которые при дальнейшей добытке этой концепции уже до его воплощения, и, естественно, нужно будет их учесть и завести какие-то нюансы психические и моменты культуральные. Но, в целом, мне кажется, у Андрея получился достаточно цельный проект, интересный, нестандартный. Мне кажется, тема, за которую взялась, она тоже актуальна на сегодняшний день, не только с точки зрения того, что это модно, но и с точки зрения того, что сейчас появляются какие-то, в мире появляются новые какие-то направления, которые дают развитие всему и творчеству, и экономике, и все остальное. Вот поэтому я могу сказать, что я, конечно, волновался за Андреем немножко, но он, в принципе, молодец, справился, взял себе руки, и, на мой взгляд, сделал достаточно цельный проект, который имеет право на существование. Спасибо, да, на самом деле, меня довольно зацепило за проект, я бы его хотел доработать и с поводчества я сделаю. Вот, хотел бы спасибо большое сказать вам, как говорил Катя, на самом деле я повторюсь, вот умеете вы поддержать и именно направить именно, ну, мои мысли. То есть мысли человека конкретно в нужное русло, не перебивая его каким-то там, ну, другими. Вот, и это спасибо, и, на самом деле, спасибо всем, все помогали, и вообще… Спасибо. Спасибо. Спасибо.